Ежегодно глава муниципальных образований обязана отчитываться перед населением по результатам проделанной работы за прошедший год. Для главы города Нерюнгри Леонида Олейника такие отчеты с самого начала работы в должности стали доброй традицией, когда он посещает множество организаций и предприятий города, а заключительное совещание проводит в Центре культуры имени Пушкина, куда могут прийти все желающие. Помимо основного традиционного ежегодного отчета, глава Нерюнгри также посещает ряд предприятий и учреждений, где стремится выстроить конструктивный диалог и донести всю необходимую информацию до работников. Мы с жильцами, то есть с собственниками автомобилей собирались в сумму, чтобы сделать нам предворовую территорию для стоянки автомобилей. Ну и опять же собираемся собираться для детской площадки. Есть ли у администрации возможность такая? Если будет обращение вашего товарища собственников жилья, мы рассмотрим его и включим в список очередности. Но там должен быть некий компромисс за счет ТСЖ установка, потом содержание и все остальное. Основным и завершающим отчетным этапом стал традиционный ежегодный отчет главы Нерюнгри перед населением в стенах Центра культуры и духовности имени Пушкина. Подводя итоги по результатам работы за 2016 год, в 2017 году горожане все же воочию увидели, как за несколько лет действующему руководству города удалось в корне поменять ситуацию в городе по всем основным направлениям деятельности администрации. Вопросы были реальные, ответы были более чем убедительные, все хорошо. Работу администрации города и главы города можно расценивать на отлично. На все вопросы жителей города Леонид Николаевич ответил. В общем-то удовлетворена. Администрация работает нормально. Вот он уделил мне внимание, он выслушал, он объяснил, рассказал все. А все остальные, да пойдите туда, пойдите сюда. На традиционном ежегодном отчете главы из года в год присутствует множество одних и тех же горожан. Естественно, не обходится без критики, но все же от многих из них звучат искренние слова благодарности. А это значит, что действующее руководство города научилось справляться с задачами в сложных экономических условиях. Игорь Акимов, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.